ароматы с нотами хурмы и моркови но это как минимум необычно и крайне редко где можно такое встретить всем привет и добро пожаловать на мой канал с вами александра и сегодня у нас будет парфюмерное видео и будем мы с вами изучать как на мой взгляд обалденные интересные и очень необычные ароматы от буш у меня эти ароматы представлены в миниатюрах что кстати безумно классно является одной из возможностей выиграть полноразмерный флакон но об этом я расскажу в конце так что оставайтесь со мной и давайте уже перейдем к делу пожалуй начинаем и начать я хочу с одного из ароматов с которым у меня сложились не простые но очень крепкие потрясающие отношения что я имею ввиду это аромат pleasure который приводится как наслаждение у всех ароматов кстати очень богатая очень необычная пирамида для меня этот аромат бесконечно женственный бесконечно теплый солнечный аромат можно даже сказать с ноты чего-то тропического и вот знаете когда я его получила это как раз из серии когда аромату нужно дать время отстояться полежать постоять да он мне показался теплым интересным красивым но вот не сказать что прям знаете зацепила до глубины души на какое-то время я его отложила и где-то спустя месяца полтора наверное нанесла снова и вы знаете он раскрылся совсем по-другому он раскрылся какими-то новыми гранями он заиграл на мне более громко более красиво и в итоге для меня это не просто сочный теплый аромат это аромат который поднимает настроение и если раньше я его слышала примерно как персик со сливочной нотой то есть персик такой яркий сочный солнечный персик сверху политый сливками то сейчас когда я более подробно вникла в пирамиду я уже поняла что это не персик персика вообще-то и в пирамиде нет это интересный фрукт жирделла на самом деле это дикий абрикос и да наверное все таки слышу я именно его аромат действительно красивый в нем есть белые цветы он древесный и в то же время акватический и есть нем одна интересная нота коллипсоны которая придает аромату некий свежий виток акватический и может ощущаться напоминать дыню или арбуз вот именно эту ноту коллипсоны я слышу в начале вместе с нотой дикого абрикоса жирделлы но если нота коллипсоны и что-то такое напоминающие дыню или арбуз акватическое начало она уходит то нота жирделла остается со мной и в базе она проявляется приправленная белыми цветами может быть даже есть какой-то древесный аккорд очень очень интересный безумно позитивный поднимающие настроение и на удивление довольно стойкий аромат который оставляет за собой шлейф который громко звучит и кстати говоря лучше всего по крайней мере на мне раскрывается именно в зимнюю погоду не супер какой-то мороз а в прохладную зимнюю погоду где-то до минус пяти вот тогда это действительно настоящие тропические фрукты солнце которого так не хватает зимой и все прекрасное и позитивное что может быть и теперь мы переходим к аромату люр который переводится как соблазн и он действительно таковым является это нечто интригующее соблазнительное вначале он звучит немного резко но эта резкость улетучивается буквально через 5-10 минут и он становится более мягким но все еще искристым и интересным в нем я явно слышу белые цветы и очень интересную цитрусовую ноту танжерина это один из сортов мандарина танжерин приправленной почками черной смородины и однозначно здесь слышу ноту черной смородины она очень интересно обраблена ванилью по крайней мере так нам не она раскрывается ваниль придает этому аромату сладость и в базе звучит белый мускус очень красивый невероятно сексуальный для свидания с продолжением и для смелых девушек и бесконечно позитивный мне кажется все ароматы у bush позитивные хотя будет один с явной мистической ноты и явным мистическим направлением и знаете что еще хотела сказать в базе есть пудровая нота вот пудровая нота остается приправленная белым мускусом однако на протяжении всего периода пока нам не играет аромат люр а он достаточно стойкие держатся на мне около 7 8 часов он шлейфовый я однозначно продолжаю слышать ноту танжерина и смороды черной смороды вот это такой некий микс очень интересный фруктовый как я уже сказала и сладкий но сладкий в меру никакой приторности здесь и пудровые ноты не звучат приторно и цитрус который звучит он не ядреный цитрус такой легкий буквально проскальзывающий но в то же время постоянно играющий на заднем фоне его отчетливо слышно и как я считаю именно нота смородины белого мускуса ванили и танжерина делают этот аромат невероятно женственным и сексуальным однозначно один из моих фаворитов ну и если уж мы заговорили о сексуальности и соблазне то логично будет прийти к аромату love наркотик который по моему мнению однозначно оправдывает свое название это очень интересный букет который сплетен из цитруса мускуса ноты фиалки белых цветов безумно красивый это аромат который раскрывает темную и может быть в какой-то мере порочную сторону женщины да именно так аромат который будет уместен не только как вечерний как аромат для свиданий он уместен будет вообще всегда если вы себя таковой ощущаете роковой соблазнительницей если вы хотите найти аромат который будет нравиться мужчинам то я очень советую вам присмотреться именно к лав наркотик и кстати с вашего позволения я зачитаю две мега интересные ноты которые в нем присутствуют эта нота лиция кубела это тропическая вербена аромат похож на лимон ветивер и нироли однозначно здесь есть легкая горчинка я думаю что это именно эта нота ее создает но горчинка это приятная и буквально такая проскальзывающая и монарда бергамот аромат явно приправлен ванилью белыми цветами в нем есть сладость но эта сладость не приторная не такая прям знаете все заполняющие это легкая сладость намного менее заметная чем сладость в предыдущем аромате люр здесь намного больше играют белые цветы и ноты фиалки вот так я его слышу безумно красиво раскрывался на мне как осенью так и зимой и действительно это именно аромат соблазна я еще раз повторюсь он красивый он шлейфовый и он стойкий так что кстати да если вы хотите выбрать аромат который будет нравиться мужчинам то я думаю что это будет хороший выбор потому что лично мой муж него оценил и одобрил это один из его фаворитов из всей линейки буш и следующий аромат которому мы переходим это rouge безу или красный поцелуй это аромат бесконечной женственности бесконечной молодости невинный в каком-то смысле игривый кокетливый вечно молодой это идеальное звучание женственности в моем понимании точно аромат в каком-то в какой-то мере цитрусовый слегка пудровый цветочный бело цветочный свежим в своем начале и более фруктовый в своей базе вот когда он раскрывается в нем есть красивая нота малины которая нам не звучит на протяжении всего раскрытия аромата и это нота малины мне кажется именно символизирует вот это вот легкость бесконечную женственность легкую кокетливую девочку натуру в летящим платье в мечтах романтика девочки это романтика еще и здесь слышу легкую ноту бергамота абрикоса и личи вот личи кстати я слышу не в базе а в самом начале проскакивает такая легчайшая нота есть мускус ну и свежие нотки он не тяжелый как я уже сказала это абсолютный аромат легкости свободы мечты и романтики безумно прекрасный знаете из того разряда когда вы не знаете какой аромат на себя нанести но вы хотите подчеркнуть свою женственную натуру он подойдет идеально просто идеально это беспроигрышный вариант на любую встречу на да даже в офис это однозначно тот аромат который не будет раздражать людей которые вас окружают которые не будет заполнять собой все и при этом будет каким-то знаете таким очень специфическим таким который мало кому понравится это аромат который я думаю понравится практически всем во всяком случае он однозначно вызывает улыбку это потрясающе как говорится на любой случай и в офис и на романтическое свидание и на шопинг и и на встречу с друзьями однозначно вот прям чтобы вы не выбрали и куда бы вы не пошли он не будет лишним именно так и теперь предлагаю перейти к аромату top secret совершенно секретно более яркому к более гламурному в какой-то мере помпезному блестящему яркому искрящемуся аромату подиума золото чего-то очень дорогого сладкий цветочный фруктовый с легкой кожаной миндальной и ореховой ноты это однозначно один из моих фаворитов он прекрасен его хочется вдыхать и вдыхать постоянно я его обожаю он настолько прекрасен в раскрытие теплый пряный девчонки это настоящий кайф я не могу выразиться по-другому это красивая жизнь он просто он не подражаем он восхитительный амбровый есть в нем некая пудровость как раз базе в базе она звучит есть но ты персика легкая мускусная нота я его обожаю но главное девчонки что здесь есть очень интересная нота риса и казалось бы ну рис и рис да как он может звучать в парфюме вот если честно не встречала еще ни один аромат с ноты ириса но именно рисовая нота а здесь она есть необычно правда кстати говоря обладает деликатным и обволакивающим таким слегка пудровым ароматом и мне кажется вот здесь пудровые нотки которые базе есть легкие пудровые ноты знаете едва уловимые это наверное как раз так играет и звучит нота риса это прекрасный аромат я не знаю сколько раз надо сказать слово прекрасный но он такой и в какой-то мере дерзкий вот именно знаете если вы хотите выделяться из толпы если вы нарядились и во все оружие хотите привлекать к себе внимание хотите чтобы вы проходили от вас был километровый шлейф все сворачивали голову это однозначно этот аромат я лично готова его вдыхать и слушать мне кажется просто бесконечно целыми сутками он безумно красив феерично он звучит просто феерично колоссальные эмоции девчонки однозначно потрясающе это нереально это самая вкусная вишня которую только слышала и сейчас я конечно же уже перехожу с вами к следующему аромату и этот drunk cherry или пьяная вишня о боже да извиняюсь конечно за такие эмоции но это дерзкая сочная сладкая вишня приправленная ликером пралине и в сочетании с цветом цветками сакуры невероятно очень громкая вишня громкая бесконечно сочная это просто балдеж однозначно вот этот аромат один из самых стойких коллекций bush он звучит на мне больше девяти часов на коже и на одежде он просто звучит уже более суток на волосах также алкогольный пудровый цветочный сладкий фруктовый вишневый называйте его как хотите но он поистине невероятно красив это бесконечно идеальная вишня в моем понимании но это не просто вишня и даже не просто вишня приправленная алкоголем здесь все гораздо глубже он притягивающий он сексуальный он возбуждающий и именно в нем есть та самая интересная морковная нота моркови именно в древности моркови приписывали свойства стимулировать сексуальные желания потрясающе и кстати говоря с вашего позволения опять таки я зачитаю что среднеазиатский врач философ авиценна утверждал корень моркови приятно помыслопостельные движет так что это однозначно аромат с продолжением свидания аромат который притянет вашего мужчину и который не позволит ему уже уйти из его памяти он однозначно сделает ваш вечер прекрасным и если я ранее говорила что неделю аромата по временам года и так далее то этот аромат лично для меня зимний он зимний или на прохладное время года ну или если мы говорим все-таки о весне и лете то он вечерний ни в коем случае не утренний наверное даже не офисный это нечто большее это аромат красных губ это аромат сексуальной девушки это аромат страстной девушки это аромат черного короткого платья аромат коктейлей дорогого заведения это аромат истории любви с явным красивым и очень очень ярким продолжение невероятный как я уже повторюсь если вы хотите именно стойкость в аромате и если вы хотите слышать вишню но именно не приторную не удушающую но в том числе сочную яркую это именно так тогда она вам понравится потрясающе лично это мой однозначный фаворит есть еще один но к нему мы сейчас перейдем обожаю вот мы плавно и добрались с вами до моего бесспорного фаворита среди всех ароматов буш а не как я уже говорила все интересные так или иначе и каждый по-своему но этот лично на мой взгляд самый интригующий самый цепляющий тот который в меня просто влюбил в себя буквально с первого вдоха и я полностью до сих пор нахожусь его власти это бесконечно бесконечно страстный порочный полыхающий огнем страсти аромат он обволакивает он привлекает он необычный с мистической составляющей а согласитесь что аромат с мистической ноты не так то просто вообще найти я бы даже сказала очень сложно я говорю сейчас про аромат лаван и кстати к слову сказать жесткость сама точнее сам аромат у нас тоже красного цвета и если говорить о мистике о вампирах то однозначно аромат лаван у меня ассоциируется с вампирской тематикой и как мы все знаем вампиры это нечто безумно страстное порочное нечто темное и здесь тоже есть какая-то темная составляющая которая меня очень и очень манит и очень и очень привлекает аромат дурманящий сладкий с ванильными пудровыми нотами с нотой хурмы а кстати нота хурмы здесь для того чтобы возбуждать наше желание для того чтобы зажигать нас те самые наши сексуальные желания привлекать противоположный пол и нота хурмы я думаю что в этом аромате конечно если бы мне не сказали если бы она не была заявлена в пирамиде я бы наверное ее не распознала но когда я ее там обнаружила то я поняла что она однозначно придает этому аромату изюминку и кстати к слову сказать в индии хурму считают талисманом для привлечения любви и не зря не зря считается что если женщина предложит мужчине этот оранжевый плод он его вкусит то все он попал в ее сети также как я попала в свое время в сети лаван и что еще интересно здесь есть как раз та самая мистическая нота которая называется гиасмин это органическое вещество обуславливающее запах земли вот мне кажется именно гиасмин и создает ту самую мистическую составляющую которая ассоциируется у меня с вампирами это фактически аромат леса после дождя это некая землистая такая нотка нотка земли но она звучит здесь не ярко не нужно ее пугаться она лишь оттеняет основную пирамиду основное звучание всех бесконечно интересных составляющих данного аромата вода она и придает ту самую изюминку наравне с хурмой и ту именно составляющую которая отводит нас к вампирской тематике к тематике мистики потрясающе вампирский компонент который у меня бесконечно ассоциируется с фильмом сумерки с возможно классической классическим фильмом брэма стокера дракула с дневниками вампиров в общем все что связано с вампирами что-то роскошное то же время пугающие привлекающие этого вам он потрясающий и к слову сказать он безумно стойкий он красив в своем раскрытии он дурманящий пьянящий аромат и он однозначно вообще мой фаворит не только среди ароматов bush это вообще мой фаворит если у вас вдруг будет некая тематическая вечеринка под таким мистическим подтекстом то я бы очень советовала воспользоваться данным парфюмом он будет как никогда уместен хотя он уместен в любой день в любое время года единственное что зимой он раскрывается и звучит более богатым таким шлейфом а летом он более близко сидит кожа и становится более таким сладким и кстати вот именно зимой зимой можно услышать в нем какие-то мускусные нотки белые цветы фруктовые ноты а вот летом я думаю уже будет по крайней мере и в тепле дома он нам не раскрывается вот именно тем самым мистическим компонентом я слышу в нем землю и он становится более близко сидящим в коже более томным и уже не кричит о себе на не знаю там на целый километр то есть вот так интересно он играет и раскрывается а теперь самое интересное точнее одно из того о чем я говорила вначале почему я вам рекомендую начиная свое знакомство и приобретать именно travel size мини форматы ароматов по 11 миллилитров от bush ну во первых как я уже говорила это замечательная возможность познакомиться с ароматом и понять именно его вы хотите приобрести в полном размере или какой-то другой во вторых конечно же это удобный формат чтобы брать его с собой в дорогу чтобы положить его в сумочку и в течение дня обновлять уже аромат который допустим у вас стоит дома и которым вы набрызгались перед выходом до воспользовались но это еще не все теперь переходим к самому главному главное когда вы приобретаете мини формат аромата не выкидывайте коробочку потому что здесь вот здесь на задней стороне коробочки находится специальный стикер который позволит вам принять участие в акции и возможность подарит выиграть iphone вы представляете вы можете выиграть iphone а еще полноразмерную версию аромата и давайте я вам подробненько расскажу что нужно сделать отклеиваете стикер там будет индивидуальный промо код индивидуальное слово регистрируетесь на сайте bush после регистрации в вашем аккаунте будет раздел промо коды в нем нужно ввести ваш код далее сделайте фотку обязательно на всякий случай потому что мало ли вы потом потеряете эту заветную коробочку нужно сохранить фотографию вот этого кода ну и можно продублировать и отправить ее себе на почту а потому что в случае выигрыша есть обязательное условие прислать фото внутренней части стикера с подтверждением того что он у вас действительно есть вот этот номер это все принадлежит вам розыгрыша проводится 25 числа каждого месяца то есть представьте каждый месяц у вас есть возможность выиграть и если это не случилось первого раза если вы не такой фартовый человек которому повезло с первого раза то данный код сохраняется и вы продолжаете принимать участие и можете выиграть в следующий раз победителям пришлют письмо на почту главное указывайте вашу реальную почту и после этого конечно же не забывайте проверять вашу почту и вдруг вам повезет списке победителей розыгрыша также публикуются на сайте и дублируются в stories и в инстаграм бренда bush также девочки почему я вам все это подробно показываю рассказываю потому что я тоже не сразу разобралась что именно нужно вводить на сайте и как это все регистрировать надеюсь что теперь вам все понятно и кстати каждый месяц выбирается 18 или 19 победителей разыгрывается один iphone вроде бы 7 полноразмерных флаконов по 50 миллилитров стоимостью 18 тысяч 700 рублей каждый и 10 миниатюр по 11 миллилитров с этим вот самым кодом который у вас находится на обратной стороне коробочки так что дерзайте и возможно именно вам повезет по крайней мере если вы приобретаете даже это не для себя а кому-то подарок такую вот миниатюру то вы сразу дарите человеку не только миниатюру прекрасного и уникального аромата но и возможность выиграть айфон либо еще одну миниатюру либо полноразмерную версию аромата и как по мне так это прекрасно обязательно воспользуйтесь данной возможностью ну вот и все пожалуй видео подошло к концу я надеюсь что вам было интересно спасибо что провели это время со мной я очень надеюсь на обратную связь на вашу активность пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки я буду вам очень признательна мне будет приятно всем потрясающего настроения прекрасного времени суток и до новых встреч